Родина авторитета была Кемеровская область, и именно в этом регионе он стал одним из самых влиятельных криминальных лидеров. Виктор появился на свет в Прокофьевске, а совершать преступления начал в довольно юном возрасте. Впервые Виктор оказался под стражей за хулиганские действия в 15-летнем возрасте, его пожалели и дали два года услугно. В следующем году он сел уже на 7 лет, опять же, за хулиганские действия, которым прибавился еще и разбой. В это время он принимает решение стать отрицалой, нарушает порядок, отказывается слушать начальство тюрьмы. К концу срока он стал уже закоренелым криминальным авторитетом. Освободившись Коростылев, продолжил совершать преступления, и в 81-м его приговорили к 9 годам заключения за убийство. Во время отбывания этого срока авторитета короновали. На тот момент ему был 31 год. Он поменял немало различных тюрем, и даже одно время сидел в грузинском исправительном учреждении. Там он сдружился с местными законниками, что повлияло на его позиции. Он был ближе к кавказскому клану, нежели чем к славянскому. Освободившись Коростылев, собрал собственную банду и занялся рэкетом в родном Прокопьевске. Позже подконтрольная ему территория распространилась на весь Южный Кузбасс. С севером региона управлял другой законник, Олег Чернышев, Черный, и они заключили нечто вроде соглашения, разделив свои сферы влияния. Одно время Коростылев заинтересовался шахтами и даже послал своих людей прощупать почву. Но до него тут же донесли информацию, что такие предприятия находятся под КГБ, и авторитет тут же перестал ими интересоваться. Затем его привлек легальный бизнес. Коростылев стал инвестировать средства в различные бизнес-проекты, получая с них неплохую прибыль. При этом он регулярно переводил деньги в общак, внушительные суммы, и никаких претензий к нему по этому поводу не возникало. В самом начале 90-х в Новокузнецке зародилась и занялась преступной деятельностью известная жестокая банда Лободского. И это были беспредельщики, которые жестко расправлялись с местными предпринимателями. Затем, когда Новокузнецк был практически полностью под их контролем, они стали выбивать новые территории у других криминальных авторитетов. Кто не соглашался, с тем также расправлялись. Коростылев недооценил исходящую от новой группировки опасность. В начале 92-го к нему также пришли гонцы с предложением отдать свои территории Лободскому. И авторитет, естественно, отказал. Вскоре он был убит, а также его главный помощник и заместитель.